Добрый день, уважаемые дамы и господа! Итак, сейчас просто поясню, куда вы попали. Меня зовут Олег Алавов Гудвин. Я тренер по телесно-ориентированным практикам. Это не только массаж, это разные виды работы с телом человека. А поскольку тело, я считаю, неотделимо у нас от души, от энергетики, от нашего мозга, то сюда, в эту школу, я открыл школу, которая называется Академия телесно-ориентированных практик. Сокращенно это Альфа ТОП. Это Академия телесно-ориентированных практик. И, соответственно, в этой школе мы обучаем всем этим видам работы с телом, с душой, с разумом, с энергетикой. Это и развитие экстрасенсорных способностей, и 33 вида массажа на этом уже насчитывается, и всевозможные пилинги, обертывания, банное парение, йога, тантер, мантера, медитация. В общем, все у нас в этой школе преподают. И в Академии. И преподаю, естественно, не я один. Есть много тренеров, которых мы приглашаем. И для вас, пожалуйста, у нас будет целый арсенал этих методик и тренингов. Соответственно, вот такие ресурсы у нас открыты сейчас везде. На всех социальных сетях, в Ютубе есть каналы, где уже можно много чего посмотреть, бесплатно скачать. Кстати, материалы и бесплатно, и платно выполняются постоянно. Так что ловите, подписывайтесь в эти наши группы. Ну, соответственно, они примерно так же и называются в ВКонтакте, в Фейсбуке, на Водоклассниках. Сейчас у нас начинается тренинг, который называется, как за 2-3 дня получить высокодоходную профессию массажиста. Про нее вот тут по подруге написано. Ну, потом подойдите, посмотрите. Соответственно, я вас уже поздравляю, так как вы, во-первых, сюда пришли. Во-вторых, вы получаете подарки. Там вот есть книга бесплатная, которую можно скачать. А вы, кстати, скачивали уже, да? Наверное. Ну и как вам эта книга? Вот, там дальше эту книгу я развиваю, пишу сейчас 2-ю, 3-ю. О том, как массажисту самому себя предлагать. Как продавать свои собственные услуги. То есть, это такой некоторый маркетинг для массажистов. Сейчас он скоро тоже выйдет. Называется, как, 33 способы раскрутить свой массажный бизнес. И, соответственно, вот сам тренинг, тут его написано, чтобы сюда входить, программа, регламент. Но я вас коротко познакомлю, что у нас будет. Тренинг на самом деле длится не 2 дня и не 3 дня, а 4 дня, а может быть даже и больше. Во-первых, сам тренинг по себе не включает те часы, которые вы присутствуете здесь. Это, во-первых, материал, который можно получить до тренинга, после тренинга. Есть у нас еще там группы, где мы общаемся, где мы обмениваемся нашими знаниями. Приходят всевозможные специалисты. Это вот, кстати, плюс вот к этому ресурсу. У нас есть еще клуб. Открыли, вот у меня недавно был день рождения, как раз в честь этого мы открыли клуб. Он называется 4D Освобождение. Может, там не уместилось. 4D вроде как бы там модное слово, да, но вот это D сейчас везде. 3D, 8D иногда, 5D. Очень модно говорят, да. Но по факту, что это такое обозначает? Это освобождение человека на 4 уровнях, в 4 пространствах его жизни. Это очень важно, потому что счастлив человек тогда, когда он освободен. Если, ну, все мы знаем, если болеет человек, да, то, соответственно, он что-то уже не может делать. Поэтому первый уровень освобождения – это на физическом плане, на физическом уровне. Мы выбираем из себя всевозможные блоки, оздоравливаемся. Это и питание здоровое, и, ну, там куча-куча всего вот этого. 4 уровень освобождения, 2 степень освобождения, ну, или степень освобождения, или уровень, или пространство освобождения, как угодно это можно назвать. Второе пространство освобождения – это освобождение на ментальном уровне. Это мы работаем непосредственно со своими мозгами, со своим разумом. Высвобождаем из него всевозможные блоки, условности, тараканы в голове, всевозможные вот эти вот бзихи, которые у нас окружают. Есть такие понятия, ну, есть многие школы, которые говорят, что человек вроде как бы живет, но на автоматизмах на своих. То есть, как бы во сне проживает эту жизнь. Фактически, его осознанность занимает, ну, всего лишь 20% его собственной жизни. И, соответственно, когда мы освобождаем, когда мы становимся осознанными, мы в полной мере наслаждаемся этой жизнью. Третий уровень освобождения – это освобождение духовное, освобождение на энергетическом плане. Ну, во-первых, энергетические блоки убираем, во-вторых, всевозможные догматы, религиозные, может быть, какие-то стереотипы, которые тоже кем-то как-то навязаны. Есть вселенская, там, разум, космос, энергетика, которая работает и которая у нас всегда есть. Ее мы тоже развиваем и используем для себя, для своей собственной жизни. И четвертый, четвертая степень освобождения – это, как бы вы думали, что… Ну, сразу отвечу, забегая вперед. Это освобождение социальное. Человек – это млекопитающее, живущее в стае, в толпе, в социуме. И этот социум на него как-то тоже давлеет. И государственные какие-то условности есть, и организационная там наработка, достраиваете все возможные рамки. И вот эти вот заборы, рамки, опять же, стереотипы – мы все убираем, высвобождая человека, ну, прежде всего, финансово. Если человек финансово свободен, то у него появляются дополнительные степени свободы и мобильность, и независимость от работодателя, от начальников, понедельников, будильников, от границ географических, государственных, от пенсии, от всяких вот этих вот, всего, что на него навязывает наш социум. Соответственно, вступать в этот клуб, там будет полно этой информации. Я вам поподробнее расскажу, где его найти, как туда попасть. Далее, помимо вот этой школы, где мы преподаем, ну, так я просто, мы же пришли на массаж, да, я просто скажу, что там где-то примерно 33-35 видов массажей. Я насчитал, это недавно, это вот в этой школе. Кроме того, мы трудоустраиваем массажистов. Открываем для них кабинетики. Вот сейчас на данный момент у нас открыто два кабинета, третий готовится, где можно трудоустроиться на работу, соответственно, на процент. Таких кабинетов мы собираемся по Москве открыть на порядка 20-30, плюс к тому, что сам Альфа-Топ, он не находится где-то в каком-то конкретном месте. Это, ну, благодаря нашим современным технологиям, 21 век и информационный век, мы развиваемся во всех, на всем русскоязычном пространстве интернета, соответственно, во всем мире, где кто-то хоть как-то говорит по-русски, мы там все это организуем. То есть, ну, грубо говоря, если пригласили нас на Кубу организовать ринг, выезжаем на Кубу. В Баку, значит, в Баку. В Таиланд, значит, в Таиланд выезжаем. Там все это проводим. Вот меня уже, кстати, знают. Канал, ну, существует недавно, ну, буквально где-то максимум полтора года. Причем там его блокируют, закрывают, и все равно люди смотрят. И все равно, несмотря на это, я вот удивился. По статистике, на третьем месте просмотров, оказывается, меня смотрят в Арабских Эмиратах. Ну, подумать я. Я вообще не знаю, кому это можно, но не знаю, что-то срастется, может быть. Из Норвегии мне звонят, хотят сюда приехать, из Калининграда приезжали. Вот иногда, ну, мы сейчас в Москве находимся, да, и вот у нас сейчас майки коллектив, да. Оказывается, проблема москвичей собрать тяжелее на тренинг, чем у ногородних. То есть, из Тольятти ко мне приезжали два человека. Из Калининсберга, из Калининграда приезжали люди, понимаете. Они даже оттуда едут на самолетах, летят. Так что, как бы, информация множится, плодится. И все это вот в процессе сейчас организуется. Я вам для чего это все рассказываю, потому что вы сюда не только можете подключиться, как ученики, а еще и подключиться, как, ну, администраторы, работодатели и сами участники. Потому что мы организуем целый маркетинг. То есть, ну, как вы поняли, что в 4-е освобождения мы еще обучаем, как зарабатывать. И на массажном бизнесе, да, и вообще, как, в принципе, увеличить свою статью дохода. Так что, таких кабинетиков открывается много. По всем городам они будут открываться. В конце концов, они будут составлять, дальше размножаться до такого целого комплекса, который называется освобождение, здоровительный клуб освобождения. Где будут уже кабинеты разные? Косметологические, там спотапсулы, возможно, всевозможные ванны, нефтяные, грязевые, банирологические, обертывания и так далее. То есть, целый комплекс услуг. Ну, мы сейчас это все планировали делать на базе банного комплекса. Так что, тоже я вас туда приглашаю. Как только вот все это организуется, я вас сразу обзвоню и приглашу. То есть, там мы будем... Во-первых, это все для себя происходит. Во-вторых, там же вот 4-е освобождения, видите, название похожее. То есть, мы там же приглашаем специалистов, которые проводят всевозможные для вас мастер-классы бесплатные, там обучение. Кто-то где-то побывал в других странах, приезжает, делится опытом. И вы также можете присутствовать и поделиться своим опытом. И, соответственно, управлять, ну, вот это, получается, здоровительным центром, будут тоже наши специалисты. То есть, нам, мы, конечно, можем там, маркетолога, директора, пригласить или нанять, да? Но нам интереснее, когда это наши люди, когда они нами взрощены, то есть, единомышленники наши. И, соответственно, мы обучаем, как это все делать, как это все администрировать, и юридически как это защититься, и так далее. Кроме всего прочего, получается, еще у нас есть для специалистов, ну, для вас, как для специалистов. Ресурс такой называется alphamassagest.ru Это то место, где мы пиарим это место, а вы пиарите там себя. Это всевозможное ваше там портфолио, реклама, предложение услуг, всевозможные отзывы и так далее. Это то место, где вы можете располагаться и, соответственно, расширять многократно свою сферу поиска клиентов. В принципе, таких вот, как бы, сообществ, да, или ресурсов в интернете много. Можно много найти, да. Но, как говорится, зная определенные маркетинговые фишки, мы собираемся его раскрутить так, что оно будет на первом месте. Ну, например, Авито же, все знаете, да, оно появилось буквально недавно, там, два-три года назад, да. А до этого, ну, это обычная доска объявлений. А таких досок объявлений в интернете, ну, 200-300, наверное, существует различных, да. Но почему-то Авито сейчас бьет все рекорды. Почему-то оно вот только недавно появилось, и на первом месте. Потому что они используют правильные маркетинговые фишки. И так же, и мы сможем использовать маркетинговые фишки и продвинуть вас на первое место во всех интернет-ресурсах. Также эта группа находится в социальных сетях. Ну, ВКонтакте, по крайней мере, уже точно открыто. Сейчас будем другие социальные сети осваивать. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ну, и так далее. Мой мир. Так. Так что, вот, это, как бы, продукты все в одном. Они, как матрешка, все друг друга вложены. Насколько вы понимаете, да. И, когда я вот стал обдумывать эту систему, а я, в общем-то, президент, основатель вот этого, альфа-топ, то я понял, что все люди что-то ищут, да. Как правило, в интернете они тоже много чего могут найти. Но интернет, оказывается, это не только информационная, как бы, огромная такая вселенная, но и огромная мусорка такая же. Потому что иногда часто сталкиваюсь, ну, я, по крайней мере, с этим очень много сталкивался, раз, что что-то конкретно нужно найти, но всегда общая информация выпадает. А вот как вот применить, а как куда-то нажать, а как что-то там подробно, пошаговая инструкция. Вот нету этого, вот не бывает иногда. Когда просто у кого-то, может, руки не доходят, или как-то это запрещено, или как-то это куда-то спрятано бывает. То есть это тяжело найти. И в итоге я понял, что на самом деле все складывается в некоторый пазл, состоящий всего лишь из трех треугольников. Раз, два, три. Где мы отвечаем себе на вопросы. На вопросы что, на вопросы как, и вопросы кому. Вот, поскольку вы, ну, специалиста, да, я буду называть не массажиста, а интересная интересная практика, потому что направлений все-таки будет много, да, то, соответственно, мы начинаем понимать, что мы предлагаем. Это то, чем мы владеем, да, по сути, какие у нас есть навыки. Но этими навыками мы обучаемся в альфа-топ. То есть зашли сюда, посмотрели, что-то не хватает, например, кто-то хочет детский массаж изучить, да, изучает детский массаж. Кто-то хочет изучить там все виды обертывания, да, изучает обертывание. Из чего складывается как? То есть что он знает и как это предлагает своим клиентам, пациентам, подопечным, людям, которые к ним пришли за помощью. Как предложить это? Можно, во-первых, это при работе в каком-нибудь салоне на процент, да, то есть тут с вас снимаются все рекламные обязанности, да, юридические обязанности, обязанности раскрутки. Это все за вас делает салон. Соответственно, вы можете работать на дому частным практиком, да, то есть тогда все это поиск клиентов обеспечиваете вы себе сами. Вы можете открыть свое собственное юридическое лицо ООО или ИП. Это сейчас все делается достаточно просто и как бы по закону вы официально можете работать, да. Просто к этому можно лицензировать свою деятельность, сертифицировать и так далее. Потом, опять же, как это предложить? То есть с чего я, например, сам начинал? Я начинал даже не с какой-то школы. Привет, проходите, рассаживайтесь. Вот как раз пришли еще наши новые участники, опоздавшие. То есть где-то как-то узнав какие-то знания, я буквально предлагал свои услуги первым встречному. Ну, у меня была, грубо говоря, майка, шорты и какой-то лаконтик с маслом. Я наливал обычное масло магазинное, продуктовое, растительное и впрыгивал в шорты к соседке и говорил, опа, я массажист, давай я тебе что-нибудь отмассирую. И вот так вот начали появляться первые клиенты, да. И соглашались? И соглашались, да. Соседка у меня там была прям ох, ох, ах. Все ей нравилось, и шейку я ей там поправил. Вот, и, соответственно, и опыт приобретался, и клиентская база начинала расти, и дошло до того, что сейчас меня приглашают уже на дом, но я, вот, многие думают, надо собрать сумку тяжелую вести, или стол с собой, вот, на стол, если, да, огромная, некоторые там по 10 килограмм, по 20 килограмм, бывает, весят. Нет, есть, это все, как вы себя поставите. Опять же, вопрос, как вы на это будете отвечать? То есть клиентки меня вызывают домой, специально под меня покупают стол, у них дома есть. Всевозможные масла покупаете, которые вам надо, там, сыворотки всякие, там, для обертывания штучки. Опять же, ну, по СЭС, если бы в кабине снимали, да, во-первых, нужна вентиляция, во-вторых, нужно, чтобы была душевая кабина, чтобы человек мог помыться, да, нельзя подвальное помещение использовать, ну, и так далее, там целые правила по СЭС, которые нужно соблюсти. А дома это у всех есть. Есть и где помыться клиентам нашим, есть и полотенце. Ну, в общем, все условия уже готовы. То есть я, опять же, беру с собой всего лишь, там, какие-то шорты, может, стакончик масла, и это все, это все, что мне нужно по дороге. Я еду к клиенту. Вы можете дома также это все оформить, можете дома себе поставить столы и также приглашать к себе домой. То есть на вопрос, как себе предлагать, и как себе рекламировать, и как вы, ну, эти ресурсы можете использовать, да, альфа-массажист, все так же вы можете отвечать вот в этом треугольничке этого пазла, опять же здесь. Далее у нас третий треугольничек, это кому, кому мы предлагаем свои услуги. То есть важно то, как вы на себя поставите, как вы будете искать себе контингент, тот, на котором собираетесь работать, да. Кто-то хочет быть реабилитологом, и он непосредственно работает с травмированными людьми, или с пенсионерами, или там после аварий каких-то, да. Кто-то хочет работать только с детьми, например, да. Ну, так приятнее, там, в районе в таком живет, где больше детей. Кто-то хочет, может, работать с какими-нибудь, ну, не знаю, религиозными там сектантами, у них есть свои ограничения, потому что в некоторых сектах, ну, я буду говорить так, секта, да, на самом деле это просто как-то... Община. Община, да. Ну, люди живут в таких общинах, где, например, нельзя с кровью ничего делать, ни кровопускания, ни уколы, вообще запрещено, да. Бывают общины такие, где что-то только кошерное должно быть, там специально масло, там, какое-то таможение, это нельзя, да. То есть от той области, где вы живете, могут быть созданы ваши условия, кому вы это предлагаете, да. Может быть, вы живете в Сочи, на пляже, и, соответственно, можете только работать с теми людьми, которые пришли на пляж. Это уже огромный континент людей, причем платежеспособных, и причем желающих получить вместе с отдыхом еще и такие вот услуги массажные. Может быть, вы хотите работать только, например, с беременными женщинами, да, или после родов восстановительного процесса, да. Также вы под себя выбираете, кому, и думаете, ага, если у меня такие условия, то что я им предложу? Опять же, идете вот сюда, в Альфа-Топ, и отвечаете на вопрос, чему я должен научиться. И потом, как это предложить? И так получается, что вот этот вот, хотя бы по кругу, да, отвечая на эти вопросы, вы все можете найти прямо здесь. Больше ничего лишнего не нужно. И, соответственно, вот это в середине, это и будет для вас. Альфа-Топ, это и будут вот эти вот кабинетики, да, это и будет система освобождения, это и будет вот альфа-массажист, вот этот вот ресурс, да. В общем, все ресурсы, они находятся здесь. И ехать на эту систему, вот так вот представил, да, я понял, что это же на самом деле получается магический кристалл. Ну, согласитесь, похоже на кристалл по форме. Это же получается вот, только в голове его держа, уже можно ответить себе самому на все вопросы, на все то, что нас беспокоит. И это прямо настолько меня воодушевило, и подумал, боже мой, это же, это же драгоценность, это же, я раскатился за голову и думал, это же надо дать людям, это же, вот они же этого не знают, надо им донести. Но другая моя сторона, темная сущность моей личности, она подумала, нет, это моя прелесть, никому ее не отдам. Но я ее победил, темная сущность, сказал, что людям это надо. И если уж меня смотрят на ютубе, да, и во всех социальных сетях, меня там куча подписчиков, вопросов куча задают, то, значит, кому-то это надо, значит, все-таки я правильным делом занимаюсь, как вы думаете? Ну, несу некоторое благо в этот мир, то есть и здоровье, ну, у меня у самого более 10 лет практики, и, кстати, все знания я взял из практики, они не теоретические, они именно от того, что людям помогает, от того, что имеет воздействие, и я вижу этот результат, вот именно это я и преподаю. Именно поэтому у меня такой экспресс-метод, про который я рассказываю, да, который за, там, считанные дни, а в день мы занимаемся достаточно много, 10-11 часов примерно, без воды, без всякой, без всякой теоретизации, все непосредственно то, что идет из практики. Мы с вами будем заниматься практикой, и еще раз, практикой, отучаться все это делать, вернее, обучаться все это делать на себе, на своих партнерах, и именно в этом-то и ценность этого курса, когда мы непосредственно все это изучаем из практики. Ну, как вам вот этот вот волшебный кристалл, нравится? Прекрасно. Вообще, очень гармоничная идея, как бы треугольник устойчивая фигура, да, и зацикленная по кругу сама на себя, и тут, если начнете обдумывать его, просто там, досуге, да, после того, как посмотрите это видео, подумайте, да, как это все устроено, как вот у вас начинается в голове складываться вот эта вся работа, эта система, да, тут настолько все гармонично, что вот ничего лишнего нету, да, как бы простота, вернее, гениальность в простоте. И, возвращаясь к нашему тренингу, он построен таким способом, образом, как некоторая театральная постановка. Мы входим постепенно в тело человека и в практику работы с человеком все глубже и глубже. Мы глубже изучаем некоторые вот эти вот тонкости, начиная с поверхностных, да, заканчивая тонкими энергетическими воздействиями. Ну, поверхностное – это то, что мы вот как бы видим повседневно, да, тело, которое нужно там пощупать, да, там увидеть, может быть, какие-то недостатки, и начинаем с, ну, буквально с поглаживания, доходя до невидимых энергетических структур, ну, там, чакры, меридианы, каналы и так далее. Тоже мы это все будем рассматривать. И поэтому все построено следующим образом. Регламент такой. Первые два дня – это базовые два дня, где мы изучаем непосредственно работу с телом. Спина у нас на это вообще первый день уйдет полностью, потому что это самая основа основ. И от позвоночника, вы знаете, это остов организма, да, от которого расходятся нервы во все наши органы, во все клеточки даже нашего организма. И второй день, получается, мы изучаем руки, ноги, голову, спину, живот, там, висцеральные всякие вот эти процедуры с внутренними органами, с кишечником. И массаж у меня авторский. То есть, это такая интегративная техника. Называется мануальный массаж. Ну, мануальная терапия, может быть, многие слышали, да? Многие вот эти названия не до конца понимают. Официально, как бы, это называется остеопатия. А мануальное воздействие, ну, я просто очень коротко как бы напомню, это когда вот как-то нажали, хрусть-хрусть, и человек там сразу, а-а-а, и хорошо, облегчение сразу пришло. То есть, такое быстрое воздействие. Остеопатия действует немножко по-другому. Она мягко воздействует. И там, по этому сеансу гораздо больше нужно посетить, но они дают более надежный результат. Есть еще такие понятия, как хиллер-практик, есть вертебролог, есть там костоправ, есть там, ну, какие-то еще названия. Это в суть все одно и то же. Это в Японии юнейхо массаж, там называли такой специальный. Где-то аюведические техники тоже, и тайский, вот этот тайский суставный массаж. Примерно все они похожие методы используют. Но, как наука, это образовалось в Америке, остеопатия, ну, примерно 100 лет назад. И они собрали все-все-все эти методики, различные, в одну структуру. Поэтому непосредственно мануальная терапия, она, как некоторая часть, входит в эту общую структуру воздействия на костно-связочный аппарат человека. И на его составы, там, позвонки, косточки. Мануал, в принципе, это слово же латинское, греческие, древнегреческие корни имеют. Это руки, по сути, ручная работа. Или когда вы, может быть, покупали технику, ну, я имею в виду электронику, да, книжечка идет, если там на английском языке написано мануал, по-русски это что значит? Руководство. Ну, да. То есть, а мы будем заниматься рукоблудством. Ой. Ну, в общем, ручная работа. Ручной работой, вот это и есть мануал. Мануальная техника, которая за эти первые два дня так подготавливает организм, его костно-связочный аппарат, что на третий день мы уже начинаем проходить мануальную терапию, коррекцию позвоночника, где мы непосредственно уже воздействуем на все вот эти вот черепную коробку, на позвонки атлант, грыжа, там, тазовые кости и так далее. Все это можно поменять, все это можно подвинуть, подправить и вылечить человека. И это, видите, как нарастающее идет, получается, как бы начинаем с азов, да, потом доходим до вот такой кульминации, где она такая сильная, мощная воздействие на человека. И четвертый день нашей практики, это такое, как бы, завершение пост-релаксическое такое продолжение, когда мы воздействуем на человека с помощью всевозможных вибрационных техник. Ну, углубляться не буду, но, в принципе, все вы знаете, да, что мы живем в мире колебаний, вибраций, и практически все у нас колеблется и имеет длину волны от клетки, от атома до нашего работы мозга, сердца и внутренних органов. И эти колебания, эти вот длина волны, она несет определенную информационную структуру в нас. Мы принимаем ее из мира и отдаем ее же в мир с помощью вибраций. Вот я сейчас говорю тоже с помощью вибраций вот некоторые информации доношу до человека. Поэтому в этот день, я его назвал перкуссионные техники в массаже, мы воздействуем всевозможными постукиваниями, похлопываниями, тибетские чаши. Вот, наверняка, многие из вас уже знают, да? Вот такие вот воздействия. Сейчас я в этой водной части не буду углубляться, поподробнее расскажу, как этот звук проникает и действует даже на клеточном, даже на субклеточном уровне на наш организм. Мы будем проходить всевозможные бамбуковые палочки, бамбуковые веники, технику ребалансинга, когда это выглаживание фасций идет в наших мышц, технику вакуумного воздействия с помощью банок. И все это применяя, ну, обучение это понятно, да? Вот, просто еще для самих, для себя вы начинаете понимать, что завершение этого нашего курса полностью происходит в вашей тоже собственной реабилитации, в вашей тоже вот это расслабление. Я сейчас стою, они еще звучат, здесь чаши, и вы знаете, вот такой вот послевкусик, как они сейчас звучат, вот у вас останется после этого четвертого дня, когда вы наполненные с таким вот звучанием в своем собственном организме уходите, обогащенные знаниями, навыками, там, практиками и так далее. Так что, ну, вот это как бы рассказало суть вот этого театрального, да, вот этого воздействия. Как вам это все нравится? Очень нравится, да? Интересно. Я, конечно, может быть, что-то сейчас упустил, будем действовать по обстоятельствам, потому что все зависит так же и от группы, и от вас, потому что что-то мы там, чем-то больше уделяем внимания, например, вот некоторые, вот у меня мед стоит, да, вот медовую технику проходим, кто-то хочет, как-нибудь, целлюлитные там, больше программы узнают, да, но мы используем много чего, вот у меня тут такой стол, это так называемый арсенал массажиста, да, что еще дополнительно массажист, отвечая на вопрос, как применить, да, что он может дополнительно использовать в своих техниках для повышения, ну, так скажем, своего денежного дохода, да, ведь приходя к человеку на одну процедуру, он может предложить ему целый комплекс. Это могут быть и обертывания, это могут быть и те же чаши поющие, да, это могут быть и все возможные вот такие вот коврики, с иголочками, ну, я не знаю, может быть, вы их видели, покажу на камеру, да. Аппликатор Лепко. Да, его придумал профессор Лепко, у них разный, разный заряд получается, чередуются из разного металла, иголочки, и между ними, когда они протыкают тело, ну, не протыкают в ковре, да, между ними происходит электромагнитная индукция, и она оказывает лечебный эффект. Такие коврики я иногда прямо подкладываю под массируемого человека, да, или под живот, или под спину, когда он переворачивается, да, лежит животом вверх. То есть, дополнительное воздействие. Также, вот есть вот такое, такая штука. Видели? Нет? Да. Это вот горбыльки такие для позвоночника, то есть, вот эти выступы упираются в наши мышечные спазмированные участки, вот так идут паравертебральные мышцы, а позвоночник проседает, как бы, вот сюда, да, позвоночник давить нельзя, вы знаете. И, соответственно, пока человек лежит, он тоже воздействует себе на на позвоночник таким образом, что он у него, как бы, растягивается вокруг вот этих выступов, да, и таким образом снимаются вот эти вот микроспазмы, блоки, блокады. Также можно вот эти использовать, расстояния, да, либо вот эти расстояния. И также есть целая карта накладывания таких приборов на человека, когда не только на спину трое действие, это можно и на определенные внутренние органы положить, пока он лежит у вас на столе, да, вы со спиной работаете или с ногами, а у него дополнительно ведет воздействие лечебное на внутренние органы. Также есть, ну, вот у меня тут не представлено, КФС, слышали такие? Национальное состояние, корректо-функциональное состояние человека. Такие пластиночки, в них тоже какой-то, я, честно говоря, не знаю, это ноу-хау, что в них находится, но предполагаю, что там какой-то контур такой находится, который вибрационное воздействие оказывает на наши клеточные, на клеточном уровне и идет лечебный процесс. Этих пластиночек, КФС, ну, они примерно по размеру, как кредитная карта выглядят, но толще, там, пять раз толще. А, они еще биопротекторы называются, да? Да, биопротекторы, там, на самом деле, очень много похожих изобретений есть, да, и вот, биопротекторы, то же самое, да. Их там насчитывается около двадцати четырех, что ли, видов, то есть на каждое, у каждого свое воздействие. Также, вот у меня просто есть люди, которые их используют во время массажа, подкладывают там под определенные чакры, человеку, сами себя излечивают, ну, так как мы специалисты, да, мы можем иногда перетянуть на себя вот болезнь человека, а это, этот протектор, защита, то есть, да, защита самого массажиста в том числе. На цепочке их, на веревочке носят, вот тут на солнце плесенья, ну, там по-разному, подкалывают там под пятую точку и так далее. То есть, это вот тоже, что можно использовать в работе, да. Обязательно мы используем, ну, салфетки влажные, да, и сухие. Можно масла, что касается масел, да, я покупаю обычные, магазинные, кто-то, а, вот, кунжутного масла, очень любят там восточные практики, а юридические, например, техники, они подогревают и так достаточно горячие они становятся до 40 градусов даже. Можно использовать также и гели, и шампуни для массажа, и всевозможные расчески, ну, может быть, вы удивлены, это, кажется, обычная расческа, но она массажная. Так, в принципе, и написано в прайсе. У нее тут такие шарики массажные, да, и это не только для головы полезно, это полезно и для, как растирания, например, кожи. Особенно в антицеллюлитных программах также вот такой ноу-хау, вам рассказывают, можно использовать. Некоторые даже используют, знаете, что женщины придумали в борьбе с целлюлитом? Есть такие щетки для белья, когда, вы помните, раньше на доске, как она называется, стиральная доска, с потерки, да, есть специальная щетка жесткая такая, из щетины сделана, которая по этой терке трет вот так вот, так они эти щетки используют специально, чтобы от теллиты избавляться. Идет огромное водительство на подкожную клетчатку, ну, и на кожу тоже, покраснение идет определенное, и это оказывает лечебный эффект. Кстати, вот подобные методы используют тибетский массаж, гуаши, слышали? Да. Там есть пластины медные, там, разный металлок, вот у меня такая пластина есть из рога яка, сделанная, если поподробнее посмотрите, да, у нее вот разные выступы есть, помельче, по-шире вот такой, по-острее, здесь поглажен, например, выступ, да, все они участвуют в определенных массажах, то есть это и массаж лица можно делать и вот мелких таких выступов как брови, там, какие-то скулы, да, уши, и также это натирается, причем натирается не до такой степени, что аж синяки остаются, покраснения, и это специально делается, так называемая аутогемотерапия, ну, это я уже на европейский назвал, они как бы там по-другому трактуют, но смысл в том, что кровь нас самих лечит, аута сам себя, гемо, кровь, да, терапия, лечение, то есть все наши практики во многом основаны на том, что лечит не массажист человека, да, а лечит, ну, мы только помогали, а лечит сама кровь человека, приходит приток, куда надо, трофика ткани увеличивается, где надо отток, наоборот, вот эти сгустки кровеносные расходятся, да, вот это вот снимаются блокады, или там, как говорят, забиты с мышцы, лимфы мы ускоряем в человеке, это тоже, это вообще отдельная тема, потом расскажу в следующем нашем видео. Сейчас просто коротко обо всем пройдемся, опять же, вот мед мы используем, да, и также в инсулитных целях его, и даже вот соль, специальная крупная соль, морская, с медом, отличное сочетание, это все вы узнаете как раз на четвертом VIP-дне нашем. Всевозможные вот такие вот средства мы тоже используем, это для всех, кто хочет беречь, может быть, свои руки или силы не хватает, чтобы продать какие-то определенные точки. Они есть, вот видите, разного диаметра, разные шишечки, побольше, поменьше, даже вот такие вот очень узконаправленные вот проработка точек, пунктурные массажи. Также вот из Таиланда я привез всевозможные противопалочки для пунктурного массажа. Фактически они заменяют наши пальцы. Где-то вот есть по шире, где-то есть поуже точка нажатия. Всевозможные ролики там уже такие. Видно там, да? Да, видно. На видео. Опять же, вот такие вот ролики и вот такие вот для антисельского массажа шарики мы используем. Шариковые ролики и металлические. И вот даже вот эти вот все возможные штуки в арсенале также пригодятся. Как и для вас, для самих, да, можно на себе это все применить. Также и на пациенте. и вот такие вот штуки. Ну, кто так его называет? Скальпер-массажер или мурашка. Ну, видите, наверное, да? Вроде кажется, смешно, да? Как бы его придумали для юмора. А на самом деле нет. Вот знающие люди его используют не только для головы, не только это статическое напряжение снимает, но также можно по всему телу я вам покажу, как это применить именно в массажах. Почему-то животные любят эту мурашку. Кошки, да, наверное? Да, кошки. Вот просто кот ходит вот, не знаю, как возле еды вокруг нее. Ну, кошки вообще любят, чтобы их погладили. Вот так им просят. Ну, вот такие вот также вот штуки. Это на самом деле спандер, да? Но его можно использовать и для проминания жестких таких вот мышечных блокад, когда мышцы уже становятся одеревенелами или как камушки уже такой степени. Иногда приходится применять средства дополнительные. Ну, также масла, это вот их очень много видов. Это для ароматерапии, которую можно смешивать. Это вот просто на все на это надо, по идее, на все на это надо, да, отдельные тренинги проводить. И у нас есть эти тренинги, отдельно на них можно записаться, но ну, то есть по ароматерапии это целый день надо, понимаете, рассказывать. про обертывание тоже там минимум сутки тренинг длится, да, про целлюлитный массаж тоже этот день, да, но у нас именно экспресс-методобучение, вот именно за 2-3-4 дня мы проходим это все достаточно быстро, потому что без лишнего, без лишней информации именно то, что уже сразу можно применить. Можете применить, кстати, буквально на следующий день и у нас будет такой опыт, парень пришел, прямо спрашивал меня, давай, давай, быстро, быстро, приедемный тренинг, еще надо, хочу работать. И он приходит на массаж, на второй день уже находит клиента в соседнем офисе, привел девушку и прямо здесь на массажном столе во время тренинга он ездил в массаж и заработал деньги. Прямо тут же, понимаете, тут же он в конце дня говорит, я у себя покупаю стол, забрал у меня стол и говорит, я начинаю работать завтра с понедельника. Действительно пошел, работаю, все дома с понедельника, вот реально, пока многие думают, как говорится, некоторые берут и действуют. Просто взял и стал работать тут же. Причем он вообще с нуля, реально он, первый раз это еще изучал. Это, кстати, вот к вопросу о том, что многие думают, а что такое за два дня, ну это же какое, там ничего не получше образования никакого, это же это же не медицинское, это антинаучное. Да пусть тут некоторые думают. На самом деле, мне нас, чтобы начать практиковать, да, и работать, и зарабатывать неплохие деньги, достаточно было буквально там пару часов обучения. Все. Тут дело не в том, что сколько вы учитесь, вы пойдете на другие школы, там где-то два месяца, где-то полгода обучают, где-то два года обучают, представляете, стоит это гораздо больше, там от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, вы на это все потратите. Но смысл не в том, что вы будете знать много, да, тут погоня не за знаниями. Хочу донести такую мысль, что не важно, сколько времени вы тратите на обучение. Важно, сколько вы потом практикуете. То есть, вы можете и два часа позаниматься, а можете и 200-300 часов позаниматься, да, но все равно ваши руки будут знать, что вы делаете, ваши пальчики, да, только через два-три года практики. Так что, не обращайтесь, за два дня вы, конечно, не станете гуру массажа, да, но это тот спусковой крючок, это тот механизм, с которым вы начнете практиковать, и начнете сразу получать результаты. У нас результат, как я уже говорил, видите, получают и прямо на тревинги, и после него получают. Так что, дальше практика. Я все, например, все, что я рассказываю, я все взял из практики. Это вот основная фишка. Ну, просто, даже, коротко про эти средства, вот это из Таланда приведено массажем, там 42 травы в нее входит, где-то 18 способов, вернее, от 18 видов проблем избавляет, там, и для суставов, и для спазмов, и для охлаждающих, и так далее. Есть вот такое средство, это смешанное, тоже, тут и при танзелгитах, гастрите, бронхите, гепатите, при ранах, ушибах, травмах, на основе бобровой струи сделано. Ну, кто не знает, это тоже очень хорошие, мощные, эффективные средства. Даже в целях лечения простаты, лечения мужской силы, это все же используется. Потом, также можно использовать аппаратные средства. Ну, я их сейчас включать не буду. это для проработки вибрационное. То есть, они вот так вибрируют, да, и проработают какие-нибудь такие глубочайшие, наши широчайшие мышцы, где-нибудь можно схватить, да. Вот такие еще средства аппаратные, которые мы ставим на человека, я вам обязательно покажу. Она тоже вибрирует. Здесь есть инфракрасные звучатели, очень мощно прогревают, таким, благородным, телесным теплом. И, ну, по секрету скажу, эта штука продавалась как средство для похудения. Тут есть специальная программа, даже вот, насколько я похудил, она там себе не восстанавливает. Но, как оказалось из практики, опять же, очень хорошо снимает всевозможное мышечное растяжение, суставное растяжение. Я ее применял и на плечи ставлю, и на поясницу. Там, где у человека ищемическая болезнь, да, вот эти вот нервы седалищные, хорошо прорабатывает и прям буквально результат после первого, там, первых десяти пяти минут, пять-десять минут, да, уже есть, есть результат. Ну, что, мы сразу же обязательно еще надо, это стол, как вы поняли, это вот набор простыней или полотенец. Если вы работаете, там, на выезд на дом, то, в принципе, человек, когда дома ест, иногда вам это нужно, есть одноразовые простыни, есть я вот, такие люблю, они потеплее, обычные белые простыни, но тут уже можно приспособиться кто как хочет. Так, ну, вот такая вот у нас программа сейчас предстоит, ну, как вам? Отлично, да, интересно. Много, да? Вот, теперь попытаемся, да, все это обычненько записать к себе на подкорку, в наши руки, в нашу практику и сразу же, прямо сейчас, приступаем к нашей практике.